Переходим в проезжую часть, не спешим. Сначала, как мы говорили, что нужно сделать? Посмотреть налево-направо. Как и где переходить в проезжую часть? О чем говорят самые распространенные дорожные знаки? Где может сидеть ребенок в автомобиле и как участникам движения действовать в темное время суток? Об этих и многих других нюансах поведения пешеходов и автолюбителей сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения школы номер 5 напомнили видновчанам. Мы просили людей принять участие в акции, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Самое главное – оценить обстановку, не спешить. Водителю нужно двигаться в черте нашего города, соблюдая правила дорожного движения, обращая внимание на знаки, которые установлены у нас в городе. А нашим пешеходам также оценивая обстановку, переходить в проезжую часть и обращать внимание, с какой скоростью движется автомобиль. Акцию под названием «Некуда спешить» провели напротив торгового центра «Курс». Здесь всегда довольно интенсивное движение автомобилей и много пешеходов. Ребята раздавали листовки и памятки прохожим, а те, в свою очередь, улыбались и обещали соблюдать правила дорожного движения. Очень хорошо. Я, например, довольна. Я жива. Запомню. Спасибо. Для детей, для школьников. Самое главное. Кто сами в школу ходит, там сами уже. Без сопровождения взрослых – это обязательно. Ребенку надо показывать хороший пример, чтобы он смотрел, как бы видел, как переходит дорогу, чтобы соблюдал обязательно. Такие профилактические мероприятия сотрудниками ГИБДД в муниципалитете проводятся регулярно. Мы решили проверить, хорошо ли сами юные инспектора дорожного движения знают правила. Кто из вас скажет, что означает вот этот вот цикл в кружочке? Сбавить скорость. Сбавить скорость. То есть нельзя превышать скорость. Нужно смотреть налево и направо. Нужно переходить на отведенных местах для этого, то есть где есть светофор и зебра, и если горит зеленый сигнал пешеходам. Участникам акции вручили светоотражающие элементы, которые позволят им безопасно переходить дорогу в темное время суток. Вот такие вот смайлики. Я хочу, чтобы вы все были довольны, чтобы ваши улыбки всегда были вот такими во весь рот. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий во дворах, в результате которых страдают дети. Сотрудники ГИБДД призывают водителей следовать скоростной режим и быть бдительными при движении по дворовой территории вблизи образовательных учреждений, остановок и торговых точек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.